Кино снимать не надо. Слишком много кино. Слишком много литературы, слишком много музыки. Слишком много всего этого. Сегодня снимается только в одной Индии 8 тысяч в год. 8 тысяч в год в одной Индии. Это что хочешь мне сказать? Если сегодня государство, государство официально 600 документальных фильмов в год. Ты хоть в один фильм документальный видел? Да, видел много. Хороших? Да. Назови. Когда ты назовешь, и потом спроси, на чьи деньги сняты. Это не будет на день пёс кино. Понятно? Так что вопрос здесь нет. Ну, вот не надо снимать кино. Это же рекомендация, к которой можно не прислушаться. Нет, нужно прислушаться. Я все-таки мэтр. Если я тебе это говорю, и ты меня не послушаешь, и все равно сделаешь, тогда ты реальсируешь. А если ты меня послушаешь, то слава богу, что послушаю. Первое. Все, что вы снимаете, чушь собаки. Потому что это не существует само по себе. Это существует только в контексте какого-то, так сказать, документального кино. Кадр, который она снимает, ужасен. Почему? Потому что. Вот это выглядит ужасно. Это невыразительно выглядит. Отними сейчас мою речь. Даже если я что-то интересное только для тебя, и там, может быть, немножко для Любы, может быть, чуть-чуть для Бори, чуть-чуть. Ну, еще для пяти людей, которые как-то занимаются. Ну, вы же не знаете, как я себе это вижу все. Так ты же не видишь, мой дорогой. В этом твоя проблема. Кадр в кино должен быть выразительным. Сам по себе. А это ужасно. То, что человек сидит и болтает. Это просто не кино. Это может быть телевизор. Я не знаю, что это кино. Ну, так если ты хочешь о кино говорить, тогда и делай это в стиле кинематограф. Если ты хочешь, если ты вот с этой камерой, с таким обращением ко мне снимаешь кино, то я тебя даже не пущу. Понимаешь? Если я увижу, что ты умеешь снимать, покажи мне сначала кадр один, который ты снял. Или ты снял с помощью этой красивой женщины. Покажешь мне, я тебе скажу, мы продолжаем разговор. Потому что если ты делаешь кино, кино, это должно быть хотя бы выглядеть как кино, верно? А пока это... Не обижайтесь. Дело в том, что... Пока это... Чарковский, известнейший сердцевед. Огромное количество женщин погибнув из него. Огромное количество. Вот это неправильно. У него все на автомате совершенно. Это он с вами... Это как бы он мимоходом... Дело в том, что... Ждет себя с вами как... Это, кстати, неправда. Как неправда? Я точно не знаю. Это неправда. Это вот просто... Короче говоря, если ты говоришь про кино... Да. Если ты хочешь из этого что-то делать, научись снимать. Покажи мне один кадр. К этому кино имеющие отношения. Тогда мы поговорим. А если ты хочешь просто взять интервью, а потом из этого сляпать что-нибудь, да нафига ты нужен? Мне потом неловко. Вот, например, фон триер. Он столько интервью надавал. Ну, позор. Позор. Мне же неловко даже потом. За триера. За триера тоже. Умный человек. А растрепали как? Пойми, как это делается. Пойми, в чем это природа. Тогда делай. Тогда мы тебя будем уважать. И поможем. И что ты даже расскажешь. Пока же я ничего не рассказал. Только так трепал. Понимаешь? По большому счету три паузы. Не сказал же ничего. Не умеешь ты брать интервью. Понимаешь? Разница в кино. В хорошем и в плохом заключается в том, если я говорю то, что я уже знал, это плохой режиссер снимает. Если я повторяю то, что я раньше думал, это плохой режиссер. А если я вдруг веду себя так, как и не предполагаю, тогда ты хороший режиссер. Если ты позволяешь мне быть самим собой. А если я повторяю то, что я уже раньше знал, ты плохой режиссер. Я тебе говорю, ты плохой режиссер. Был такой режиссер. Колин Коль. Снимали фильм. Коммунистическая партия заказала фильм о рабочем. О настоящем рабочем. Таком человеке, который беросец трудал. И мы поехали на Балтийский завод. А в компартии заказал фильм. Поехали на Балтийский завод. Там был такой, по-моему, по-моему, красивый человек. Большая голова. Руки такие огромные, как вот Диамалья на Руках. Настоящий человек. И было очень холодно. Был такой, был январь, было очень холодно. Представляете, огромные корабли они строят. Металл звенит. Мороз. Настоящий металл. Настоящие мужики. Все было красиво. Как человек из Мрамова. Помните? А Коля его спрашивает. А вы не могли бы рассказать? Вот вы родились здесь во время блокады. Вы не могли бы про это рассказать? И он стал рассказывать про блокаду и стал плакать. Он был ребенком во время блокады. И мы приехали, проявили материал. Счастливый, что мы сняли такой кадр, как вот этот человек из железа заплакал. Геросовский, да? Приехали, зная материалов проявку. А я прям не терпел. Все ушли домой, а я не терпел. Мне хотелось синхронизировать его поскорее. Получил я изображение, синхронизировал, а все изображение пробито дырками. То есть брак. Я не знаю, то ли нестояние кадра, то ли царапины. Я не думаю, что... Вот. Директор студии сказал, без этого... А мой режиссер хороший человек, но он сказал об этом уже директор студии, что есть такой... И директор студии сказал, все, без этого кадра. Фильм не может быть. Коля мялся, мялся, ходил, ходил, ходил вокруг, все-таки осмелился. Приехали другой день, стали снимать. Вася повторил эту историю, заплакал. Я приехал на студию, дождался пока материалов, выйдет из проявки, схватил его, синхронизировал. Счастливый. Вдруг входит звукооператор и дает мне рулон. 30-ти километровый звук. И говорит, вот это звук. Я говорю, да не, я уже сделал. Он говорит, не-не-не, это был звук со вчерашнего, прошлой сцены. То есть, в принципе, это не может быть. Так не бывает. Но ты, если ты профессиональный человек, ты знаешь, что даже вот кольцо-то, актера попроси в кольцо уложить, ему надо 10 раз попробовать, чтобы был. А тут сцена минуты на две, и он повторяет слово в слово и заплакал в тот же момент. Ну, там было какая-то чуть-чуть шероховатости, но они всегда были в старые времена, когда синхронизировать плену. Короче говоря, с тех пор я не верю людям. Интервью я не верю и не беру. Потому что люди повторяют. Понимаешь? Ясно. Вот. Поэтому сначала тебе надо убедить, что ты режиссер. Покажи кадр необыкновенный, чтобы я сказал, да, вот это парень понимает кино. Поедешь в Герцун, подумай, прежде чем поедешь к нему. Потому что разговор это фигня. Ситуация вот такая, фигня. Надо понимать, в какой ситуации надо снимать, чтобы человек был. Но это же невозможно. Я просто шутил. Хорошо. хитрец. Сидит и фумыряется. Да, я не думал, что... Не мой свидетель. Он как раз правильно себя ведет. Я тебе, несмотря на твои олени на груди, я тебе рекомендую сыграть главную роль страны фигня. Олени. Счастливо. До свидания. Пока, Илья. Пока, Илья. До свидания. А как мне... А что, что? Как тебе выйти? Нет. Как... Научи меня, я забыл. Это вопрос о фильме, который я снимаю. А что? Так. 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 Продолжение следует...